Дарья Грузинская Ее находка. Все эти вещи девушка приобрела в секонд-хенде. Сегодня она убеждена, что день скидок – это еще один способ заработка и сбыта старой коллекции. У нас в странах СНГ это все вообще абсолютно не актуально. В Америке у меня девчонки знакомые живут, они ходят на эти черные пятницы, там действительно супер крутые скидки. Но не у нас. Это бизнес. Это исключительно бизнес. Каждый хочет заработать. И 11-11 – это отличный маркетинговый ход. Такое мнение опровергают и тут же подтверждают цифры. В Черную пятницу прошлого года одни только онлайн-площадки заработали почти 40 миллиардов рублей. Средний чек на электронную технику составил 15 тысяч, а на одежду – 8. Нюанс лишь в том, что все эти деньги уходят в страны-производящие. И это больно бьет по нашей экономике. Тот же Китай и другие страны Юго-Восточной Азии показывают нам пример того, что создав экономику производящую, то есть став мастерской мира фактически, то есть если мы хотим стабильность, устойчивость в своем развитии и меньше проблем, то баланс между сырьевым экспортом, торговлей сферы услуг и производящими отраслями должен быть достигнут. Это значит, что нужна своя площадка со своим производством. Причем без перекупа. Иначе какой смысл? Деньги также будут ускользать китайцам. Но сегодня из популярного нашего ничего нет. Веришь, что это действительно экономит твои деньги? Я верю, что это выгодно всем. Я не хожу по распродажам. А зачем мне это надо? Нет, мы онлайн закажем. Так или иначе, сэкономить можно, и для этого нужно время. Оба наших эксперта советуют мониторить цены в магазине. Тогда вы сами сможете ответить на вопрос – скидка или обман? Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.